Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Талдот. Если обрисовать коротко, то это глава о, никогда не поверите, о любви. Вот заметьте, была Врам, Сара, замечательная история. Теперь Ицхак и Ривка. И что сказано про эту любовь? И взял Ривку, и стала его женой, и возлюбил ее. Смотрите, вот как медленно идет. Не то, что там они жили долго и счастливо, 13 дней, потом расстались. Нет, та любовь, которая описывается в юрейских книгах, она медленная. Она вначале, вот он ее увидел, взял, потом стала женой, и потом возлюбил. То есть человек на протяжении жизни только увеличивает эту любовь. Надо подумать о том, какую интересную модель закладывают нам. Что не надо вот каждый раз вкладывать все в один день. Ты должен построить отношения в длинную. Во второй половине 19 века в польском городе Коцк жил такой рэбе из Коцкер-Рэбе. Он однажды спросил своего хасида, слушай, а чего ты с таким аппетитом уплетаешь дефилтефиш? Тот ответил, потому что я люблю рыбу. Сомневаюсь, сказал головой Коцкер. Тот, кто любит рыбу, оставляет ее в воде. Честнее будет признать, что ты любишь себя и свой живот. А твоему животу приятна рыба. Но никогда не говори так о любви. Вот эта рыбная любовь, это немножко не то, что подразумевают в иудаизме под этим словом. Равин Зелик Плишкин, это один из самых известных преподавателей этики в Иерусалиме, составил 10 правил удачного брака, подобранного на учение иудаизма. Давайте считать. Первое. Сосредоточьтесь на том, чтобы отдавать, а не брать. Если ваша цель подарить радость партнеру, вы всегда найдете способ ее достичь. Вы также выиграете от этого, потому что, когда ты что-то вкладываешь, ты обязательно получаешь. Людям свойственна взаимность. Если пока это не проявляется, работайте дальше. Второе. Постарайтесь сохранить молчание, если ваш супруг в момент сильного гнева или супруга, если даже переходит на границы какие-то, надо выиграть этот момент, подождать. Поскольку людям, опять же, свойственно минутное раздражение, оно бывает проходит. Просто жесткая реакция на все, так сказать, ты мне, я тебе, оно не работает. Третье. Откажитесь от необоснованных ожиданий. Если ваш супруг или супруга в момент... Нет, не так давайте. Люди вступают в брак, ожидают партнера слишком многого. Отказ от нереальных надежд предотвращает чувство неудовлетворенности и возникновения, так сказать, гнева, если хотите. Не ждите, что ваш супруг окажется идеальным. И никогда не сравнивайте его с другими или вашу супругу. Четвертое. Не спешите клеймить то, что вам не нравится. Постарайтесь взглянуть на это спокойнее и с другой стороны. Люди разные. Каждый человек настолько разный, что мы себе даже представить этого не можем. Иногда то, что вам очевидно, в второй половине просто непонятно. Дальше. Подумайте, как сделать так, чтобы партнер хотел исполнять ваши желания. Если первая попытка проваливается, ищите другую стратегию. Помните, что тактика похвалы – отличный стимул. Что еще? Шестое. Общаясь с супругом, никогда не упускайте из виду основную цель. Основная цель должна быть любовь и отношение – это счастливый брак. Если что-то не получается, пересмотрите свой метод коммуникации. То есть изменяйте свой подход. Но когда вы пытаетесь психануть или что-то там раздражать, помните, что в конце ведь мы ищем хороший брак. Иногда стоит ради этого закрыть свой ротик. Следующее – не вините свою половину и не осуждайте его за ошибки. Подумайте, как избежать повторения ошибки, не вызвав сопротивления и не оскорбив чувство партнера. Девятое – это живите настоящим. Что бы ни было в прошлом, оно миновало. Сосредоточьтесь на улучшении текущей ситуации. И десятое, последнее на эту тему. Спрашивайте себя, что я могу сделать, чтобы создать приятную атмосферу в доме. Да, иногда это сложно. Да, иногда, кажется, получается не в коня кором. Но, тем не менее, это единственный путь. Когда-то в детском журнале был вопрос, обращенный к юным читателям. Было сказано так. Вот вы видите на экране компьютера тигра, который гонится за олененком. Олененок убегает маленький. Какие у вас возникают мысли? Очевидно, вы думаете, какой жестокий тигр, как хорошо, что олененок убежал. А что вы скажете, когда увидите маму-птичку, которая приносит червячок своим птенцам? Ой, как здорово, какая чудесная, у птенцов есть пища. Но почему тогда, скажем, когда мы видим тигра, мы не скажем, как чудесно, что у тигрят будет пища? А когда видим птичку, не говорим, что какая жестокая птица, какой бедный червячок. Вот подумайте, это ведь одно и то же. Поэтому, дело в том, что ответ на этот вопрос примерно такой. Мы всегда отождествляем себя с теми, кто нам, ну, более приятен, понятен, более, так сказать, для нашего глаза лучше. Именно поэтому мы видим тигра, который гонится за олененком, сразу становимся на сторону олененка, отождествляя себя с ним. Поэтому думаем, какой жестокий тигр. А червячок для нас неприятен, птенцы милее. Вот и все. Разницы-то никакой. То есть, любовь – это милосердие. Интересно, что любовь на арамейском языке – это арахамим, что означает, что милосердие. К тому, кому милосердие, к тому, на еще место можем себя поставить, и поэтому себя любят. И поэтому, но Тора нам говорит, что любовь не должна распространяться только на тех, кто нам симпатичен. Важно любить, скажем, в книге Тамер Двора пишется, что надо любить все человечество. А как можно такое любить все человечество? Во-первых, понимать, что мы все создания одного творца. И мы чувствуем тогда себя единым человечеством. Но есть еще один путь возлюбить ближнего. Это слово «ахава» – любовь. Корень этого слова «хав» на арамейском языке означает «дай». Природа человека тогда такова, что он когда вкладывает, он привязывается к этому и чувствует, что это часть его самого. Брахавы от слаха, держите вот эту любовь. Держите ее, ищите и работайте над ней. Субтитры делал DimaTorzok